В Десногорске акция «Студенческий десант» прошла на территории городского энергетического колледжа. 24 января он был ареной для кулинарного поединка, соперниками в котором стали сотрудники полиции и коллектив учебного заведения. Мы решили совместно с руководством колледжа объединить это мероприятие и приурочить за здоровую пищу и борьбе с курением. Может кто-то задумается и станет поваром, будет удивлять и наших граждан, а может и российских граждан своими кулинарными изделиями. Прежде чем приступить к выполнению главной поварской миссии, участникам представили тех, от кого будет зависеть исход поединка. В качестве дегустаторов были приглашены почетные гости Атомграда. Конечно, когда попробуем, и жюри определит, кто же будет приготовить вкуснее. Но очень приятно, что сотрудники полиции, подполковник нарезает салат. Я не знаю, жена, наверное, очень довольна таким мужем, если он дома это делает. Началось мероприятие с представления каждой команды. Задача была в том, чтобы заявить о себе креативно и артистично. Здесь же можно было заработать и первые баллы, которые присуждала беспристрастная жюри. После приветствия команды отправились на кухню, чтобы приготовить салат «Цезарь». Давайте посмотрим, как они это делают. Кулинарной мастерской работа шла полным ходом. Чёткость и слаженность работы стражей правопорядка пригодилась как нельзя кстати и на кухне. Отлично, всё хорошо, процесс идёт. Кто входит в этот салат? Стандартный салат «Цезарь», пекинская капуста, курица, помидоры черри. Всё, пожалуй, сухарики и соус полицейский. Поварской каждый был занят своим делом. Распределение обязанностей помогло быстро справиться с данным этапом и вовремя принести блюда на пробу для судейской коллегии. Дегустация салата «Цезарь» сопровождалась активным и справедливым обсуждением. А чтобы зря времени не терять, команды отправились на приготовление следующего блюда. Как и на любых соревнованиях, не обошлось и без курьёзных случаев. В духовом шкафу не хватило противника. Ну, такие вот дела. В итоге аппетитная картошка по-деревенски и запечённая курочка отправились на стол дегустационной комиссии. Выбор для жюри оказался сложным. Обе команды безупречно справились с каждым этапом. Поэтому кулинарный батл закончился успехом обеих команд. Победила дружба. В завершении мероприятия каждый участник получил почётную грамоту и заслуженные комплименты от дегустаторов. Ксения Вишкова, Юлия Соболева, Виталий Волков, Александр Рафеев. Десна ТВ.